Всем здарова, у микрофона как обычно я Стриж. Хотел бы сказать, что это новые полицейские будни, но к сожалению нет. Это еще одни полезные плагины для полицейских. Они конечно подойдут только в основном для новичков, но и для опытных офицеров тоже сгодятся. Но прежде чем перейдем к теме этого ролика, напомню, что я играю на Тринити РП второй сервер. Но также есть еще и первый сервер, но лучше конечно играть на втором. Вводи мой промокод хэштег Стриж и получай приятные бонусы. Ну и все подробности об этом проекте также будут в описании под видео, как и все остальные модификации. Ну и также досмотри этот ролик до конца, там будет в конце еще бонус. Ну и вроде бы все, всем приятного просмотра. Итак, первое дополнение полезное будет для новичков, это русская карта. Да, если вы впервые начинаете играть только в полиции и вам трудно понимать локации, районы и так далее на английском языке, то русская карта вам очень сильно поможет в освоении. Примерно вот так она выглядит, тут все районы и улицы русифицированы на русский язык, то есть Commerce, Idlewood, Glen Park, Las Colinas, East LS и так далее. И то же самое с улицами Pilon Street, Carson Street, Sea Street и так далее. Очень удобно и полезно для любого новичка. Ну и также для опытных полицейских, кому надоела пара карта на английском языке и которые хотят что-то новое. В теории эту карту можно отнести к модификации, потому что она устанавливается через модлоудер, поэтому по сути это и есть модификация. Ну а теперь переходим уже к другой модификации, которая будет уже поинтереснее. Также еще наверное одна относительно полезная модификация, наверное даже не модификация, а дополнение. Например, если вы играете на Тринити или на каком-то другом сервере, где нельзя закрепить оружие на грудь, то эта модификация будет наверное вам полезна. Например, если у вас имеется основное оружие АК-47, М4 или дробовик-шотган, то вы сможете закрепить его на грудь, просто сменив оружие, например, на пистолет. Но на грудь не закрепляется оружие, которое не является основным. Например, это какой-нибудь скорострельный дробовик, тот же спас, либо обрез и так далее. И как по мне, если вы часто используете М4, то эта модификация придаст вам больше атмосферы и больше дополнения к вашему персонажу. Ну а теперь Клео плагин для тех, кто активно участвует в погоне. Например, бывает такое, что вы гоняетесь активно за кем-то на большой скорости и просто теряете парня, потому что его не увидели на том или ином повороте. На помощь к вам приходит Клео под названием Клео Фоу. Это увеличенный угол обзора. Он не работает как рыбий глаз, то есть его можно отключить, если он вам надоел. Все, что вам нужно, это ввести команду слэш си фоу и ввести, например, значение 90. У вас увеличивается угол обзора постепенно. И, например, вот так выглядит угол обзора на 90 градусов, то есть уже увеличено. Но если вы начинаете целиться с оружия, то оно возвращается в нормальное положение. И теперь оно не является увеличенным, чтобы было удобно стреляться или целиться. Ну и то же самое, если вы набираете максимальную скорость на машине. У вас набирается максимальный угол обзора. И таким образом вы получаете преимущество над игроком, за которым вы гоняетесь. И вот тут получается нестандартная ситуация, потому что преимущества над игроками запрещены на многих серверах. Поэтому прежде чем использовать такой мод, лучше поинтересуйтесь у администрации, можно его использовать или нет. Потому что вы рискуете получить бан. Еще один относительно полезный плагин. Этот больше тоже подает для атмосферы за игры полицейского. Если вы собираетесь проводить трафик стоп, а бывает такое, что сирена у вас не срабатывает с первого раза, то на помощь к вам приходит клео на сирена на бэм. То есть, например, с импровизируем. Например, у меня впереди едет игрок, и мне нужно его остановить. Я просто нажимаю несколько раз на бэм. И у нас срабатывает сирена. То есть, эту сирену слышит также игрок. И вам не придется каждый раз нажимать на аж или капслок, чтобы активировать сирену. Достаточно просто одного нажатия. Как по мне, это очень полезно. Просто для тех, кто не любит как-то заморачиваться. Ну, или, например, этот плагин подойдет для тех, кто, допустим, едет на какой-то вызов. Например, по коду второму повышенному. И вам нужно оперативно проезжать заполненные перекрестки. Например, просто вы проезжаете на перекресток и используете этот плагин на бэм. В принципе, вот так этот плагин и работает. Не знаю, кому он будет полезен, но я считаю, что он достойно находиться в этом списке. Еще одно дополнение для новичков, а также для опытных офицеров, у которых стоят модельки на машины, это ВЕХИНФОМ. Например, вам нужно оперативно дать информацию о машине, за кем вы двигаетесь, а у вас стоит моделька. То все, что вам нужно делать, это подойти поближе к машине и нажать букву Х. У вас тогда активируется название этой машины на той машине, за которую вы двигаетесь. В принципе, данный плагин в использовании очень простой, очень удобный и на самом деле очень полезный. Конечно, я уже вкидывал данный плагин в другие свои топы, но он довольно полезный, поэтому почему бы ему здесь не находиться, если он такой полезный. Он простой и при этом очень удобный. Ну а если вы порядочный офицер полиции и сами не нарушаете и любите наказывать нарушителей, то следующий плагин очень будет полезен для вас. Чтобы его активировать, нам нужно ввести команду слэш спидер. И у нас появляется справа табличка, где у нас измеряется скорость автомобиля. Также помимо этой скорости у нас измеряется дистанция до автомобиля, за которым мы двигаемся. Вот, например, я нашел одного игрока, у него отображается номер автомобиля, также его никнейм и моделька этого автомобиля. И также дистанция до этой машины. Если он сейчас поедет, то будет отображаться его еще и скорость. И мы могли наблюдать его скорость, правда он вышел с моего поля зрения. Ну, в общем-то, довольно полезная модификация для тех, кто любит наблюдать за скоростью игроков и просто их штрафовать за то, что они превышают скорость. Конечно, я такое не одобряю, но этот плагин заслуживает места быть. Ну и на этом вроде все. Что насчет бонуса? А бонусом я закреплю в архиве еще скрипты, которые будут для вас, возможно, полезными. Также на экране вы сейчас можете наблюдать, что это за моды, которые я оставлю в архиве. В ролике я лишь показал самое основное и полезное. Ссылка на весь архив с модами будет в описании под этим видео. От вас лишь хочется видеть лайк и комментарий под этим видосом. А также, если ты еще не подписан, то обязательно подпишись. У микрофона был я, Стриж, это был проект Trinity RP и всем пока-пока.